добрый день дорогие братья и сестры очень рада общению с вами хоть и онлайн но я думаю что наши сердца наши души они сегодня вместе вместе в небесном саду и мой доклад называется от небесного сада к земному и я начну с того что в эзотерической литературе обычно лотос который мы считаем символом духовного развития роста человека и обычно он действительно из ила то есть материального мира через камаманас воды озеро или труда тянется небу тянется к свету и к солнцу что символизирует наше высшее я и это как бы есть символ того что семя уже посажено она уже в земле то есть человек уже отдал физическое тело и он начинает свой духовный рост и как мне кажется что символ лотоса он символизирует нам эволюционный процесс но ведь есть еще и эволюционный процесс и в этом процессе как раз все как наоборот символом мы можем символически мы можем это представить древним символом дерева корни которого находится в небесах а ветви касаются земли мы все дети солнечного логоса отца нашего на небесах который рассеял семена божественные искры по моногическому плану в своем небесном саду и он же через своих садовников и анкоганов дано импульс для роста и для развития в письмах махатм пишется что беспредельный разум тхианкоганов знает что только что эманированные атомы не способны на какое-либо сознательное или бессознательное действие если они не получают мысленный импульс от них все так же как на земле аналогично маленький ребенок рождается и без родителей он бы вряд ли выжил потому что ему нужно вот этот импульс это забота это воспитание и именно этот импульс дает возможность бесчисленным монадом искоркам жизни проливать свет на низшие планы бытия одохотворяя материю неся поток света который должен проявиться на земле и кто же эти родители наши небесные Елена Петровна в тайной доктрине пишет что семь сенов света именуемые по их планетам именно Сатурн Юпитер Меркурий Марс Венера и вероятно Солнце и Луна по оккультным учениям являются нашими небесными родителями или нашим синтетическим отцом именно они вместе дают нам этот импульс дают нам возможность самим начать начать наш путь чтобы в нас проявилось желание быть желание жить желание познавать но не забываем что в начале огромное количество божественных иерархий больших и малых строителей также участвует строительство наших тел нашей души храма духа подготавливая почву для принятия искорки духа и это наши небесные няньки потому что весь космос руководим контролируем и одушевляем почти бесконечными сериями иерархий сознательных существ из которых каждый имеет предназначенную миссию и они являются посредниками кармических и космических законов и вот этот цвет наконец формирует нашу душу нашего солнечного ангела благодаря всем этим космическим иерархиям и которые душа наша наш солнечный ангел будет на протяжении очень долгого времени сажать семена личность за личностью материальный мир и будет ответственным за их взращивание и поэтому в ключе к теософии елена петровна пишет что все же именно эго монастическое существо то есть наша человеческая душа считается ответственность за все грехи низших атрибутов как родитель несет ответственность за поступки своего ребенка пока последний еще не в состоянии сам отвечать за свои действия с каждой новой личностью формирование которой участвует наша душа и многие иерархии существ а также владыки кармы липики наш храм духа становится все более утонченный все более приспособлены вмещать все больше и больше света души и когда этот цвет достигает тела человека и снова наш небесный отец дарит нам самосознание добавляя интенсивность света формы человек становится челом разумом в веках пробуждается его совесть его ответственность за свою судьбу и мира дерево коснулась своими ветрями земли появились почки и листья а вот и бутоны человек из самосознательного становится осознанным и только теперь он становится сознательным помощником садовника и свете на пути пишется что не ранее как вся индивидуальность человека растает и испариться не ранее как вся природа человека покориться своему высшему я не ранее того может раскрыться цветок вот такой прекрасный поскольку вся солнечная система это мысль бога том числе и мы поэтому как мы сначала вкладываем свою мысль свою душу в дело а потом это дело работает на нас так и мысль бога сначала вкладывает на свою энергию а потом мы развиваем его мысль то есть познаем себя мы познаем план отца осознанно работая над собой очищая и утончая свои низшие проводники готовим свою форму свой сосуд для излияния потока света мы становимся людиной это украинское слово которое мне очень нравится потому что лю это свет это корень который означает поток то есть мы становимся потоком света из ребенка которого взращивали родители няньки воспитатели наставники учителя мы наконец становимся взрослым человеком партнером бога и мы должны быть благодарны им всем за воспитание и учебу всему космосу всей нашей солнечной системе и все всем иерархии которые принимают участие в том чтобы мы выросли что мы стали тоже взрослыми и партнерами бога но в письмах махатм отмечается что адрес есть редкий цветок своего века и всегда и было сравнительно мало в одном столетии на земле родился еще один бога человек бодхисаттва он несет свой аромат свою песню свою мудрость и цвет людям он становится благотворной силой в природе как писала елена петровна и становится садовником сам помогая другим людям в их духовном росте и благодаря им земля станет святою она будет усеяна распускающимися бутонами и благоухающими цветами придет время когда созревшие плоды упадут на землю и тогда боги снова будут ходить среди людей и засевать землю семенами чтобы и здесь на земле свел небесный сад и закончу я свое маленький доклад свое маленькое выступление стихами николая заболевского два мира есть у человека один который нас творил другой который мы от века творим по мере наших сил благодарю за внимание и и и и и